Вечер на Думской в прямом эфире продолжается. Говорим о главном. Сейчас с вами Александр Новицкий. И Алла Есина. Здравствуйте. Ну что ж, очень многие микробы не любят холодное время года. Они пропадают. И замерзают. И говорят, что еще люди, особенно женщины, в прохладном воздухе дольше сохраняют свою красоту. Вот в чем секрет молодости. Врут, наверное. О теплоснабжении Одессы поговорим прямо сейчас. У нас в гостях депутат Одесского городского совета Светлана Асауленко. Светлана, здравствуйте. Здравствуйте. Видите, вы уже ищете позитив во всем. Мне кажется, наши с вами эфиры не проходят. А скоро Новый год и апельсины, и мандарины будут лучше храниться в прохладной квартире. И холодец можно в холодильник не ставить. Есть только одна проблема. Боюсь, не все одесситы оценят этот позитив. Ну да, я думаю, да. Ну, смотрите, нужно... Я думаю, нужно говорить с людьми одесситы терпеливые, понимающие, да, даже когда очень холодно. Поэтому, знаете, наши с вами эфиры, они, наверное, призваны для того, чтобы... Вы думаете, что мы успокаиваем людей? Ну, я не думаю, что конкретно телеканал Думска успокаивает людей, потому что рейтинги канала зависят от остроты проблемы. А говорить о том, что нет проблемы в отношении отопления, ну, не приходится... Но проблема не новая. Давайте добавим остроты и, собственно, привяжемся, наконец-то, к нашей теме. Как вы считаете, насколько решена проблема сейчас вот этим выделением денег? И как надолго она решена? Знаете, 1 ноября состоялась сессия Одесского городского совета, на которую было выделено 95 миллионов в рамках долгов перед ТЭЦ КПТГО. Фракция Украинской Морской Партии голосовала за это решение. Мы, я думаю, сейчас обсудим плюсы и минусы, но в любом случае это на данный момент был единственный вариант для того, чтобы решить вопрос центром города. А чем весь год занимался депутатский корпус и профильные чиновники? Знаете, я хочу сказать, еще сакцентировать внимание, что мы, как партия, фракция, берем на себя достаточно серьезный, не то чтобы удар, но общение, диалог с одесситами, потому что лидер партии Кивалов Сергей Васильевич, он депутат, мажоритарщик по Приморскому району. И это такая проблема, очень серьезная, центра Одессы. Что касается, чем городской совет занимался целый год, знаете... Вы ведь знали, что придете с этой проблемой к отопительному сезону. Знаете, я хочу сказать, что проблема не оплаты за отопление одесситов, знаете, это вот та ситуация, когда киевская власть, киевская власть загоняет людей перед выбором, им заплатить за коммунальные услуги, купить лекарства или купить покушать. Главное, но эти долги не за этот год накопились, не за прошлый год и даже не за позапрошлый год, не за время правления Петра Порошенко. Мы таким образом пытаемся подвести вас к тому, что это не киевская власть наделала долгов и не думала, что делать дальше. Знаете, я хочу сказать... Это конкретный хозяйственный прокол. Хозяйственный прокол в чем? То, что одесситы не платят за отопление, потому что у них нет... Нет, одесситы не платят за отопление не потому, что они не хотят платить, потому что их загоняют в такую ситуацию, когда им просто не за что купить покушать. Посмотрите, на тот долг, о котором идет речь, даже если бы одесситы дружно весь Приморский район не платил в течение двух лет, он бы не накопился такой огромный долг. Система работает неэффективно и долги будут накапливаться, потому что, еще раз говорю, это хозяйственный прокол. Нужно было заниматься утеплением. Огромное количество потерь тепла, которое существует. И это факт. Я хочу сказать, что у нас, вот для справки, общая протяженность тепловых сетей в городе Одессе это 774 километра. И можно столь угодно размышлять, нужен или не нужен был кредит Одессе в миллиард гривен, где часть средств идет на замену коммуникации, замену труб и снижение энергопотерь. Которую произвести сейчас невозможно технически, потому что сейчас ноябрь. В любом случае, в любом случае, то, что производится как бы снижение энергопотерь, и мы с вами, знаете, я не сотрудник горосполкома, я не работаю в теплосетях. Я могу оценивать политическую ситуацию, политическую целесообразность голосования или тех иных решений, которые решаются на сессии городского совета. И я готова сказать о том, что кредит в один миллиард был необходим Одессе. В конце бюджетного года? Потому что сейчас идет речь о том, что, я хочу сказать, что деньги еще не выделены, сейчас идет речь о том, что не исключено, что это будет кредитная линия для того, чтобы снизить нагрузку на бюджет оплаты процентов. Для чего тогда было такое срочное голосование, мне непонятно. Знаете, срочное голосование нужно для того, что, вы понимаете, да, мы можем говорить о том, что, знаете, есть четыре проблемы нашего государства. Это весна, лето, осень и зима, да, и все они приходят неожиданно. Светлана, я прошу прощения, мы сейчас перейдем еще раз к верде времена года, перейдем к этой опере. Давайте мы сейчас присоединим к нашему разговору человек, это Алексей Кучеренко, экс-министр ЖКХ. Здравствуйте, Алексей. Да, добрый вечер. Спасибо за то, что присоединились к проводке телеканала Думская ТВ. Мы сегодня тут входим в отопительный сезон, и у нас как-то не очень хорошо... 6 ноября. Да, входим, никак войти не можем, на самом деле, потому что не у всех в квартире тепло. Скажите, вот насколько готов, по вашему мнению, к отопительному сезону вообще весь нокраинский народ? Ну, завтра уже, наверное, войдете, уже столетие будет, уже революция, уже в мире будут свои события праздноваться. Ну, если говорить серьезно, вот смотрите, что произошло. Ровно где-то три недели назад господин Гройсман, наш премьер, зачем-то выступил на всю страну и сказал, что Украина впервые готова к отопительному сезону, вот впервые за 25 лет, как никогда. Я не знаю, что он имел в виду, на самом деле, тут же есть две основные проблемы. Первое, это техническое состояние вашего теплокоммунэнерго, ваших ТЭЦ, котелин и магистральных сетей. Оно не очень хорошее, так же, как и в Киеве, он в Киеве, как только начали включать, тут же начали рвать все сети, и с каждым годом все больше и больше тих аварий. Но там моя главная проблема, это долговые обязательства вашего теплокоммунэнера. Абсолютно верно. И вот здесь, я не знаю точное состояние, что вам задолжал там бюджет по субсидиям, понимаете, может быть разница какая-то в тарифах, но Одесса большие долги имеет. Я слежу за этой ситуацией, очень трагичные долги. И вот в этой ситуации, вот именно долговые обязательства стали основанием того, что нахнефтегаз вам говорит, просто не выделяем лимитов на газ, насколько я понимаю. И сейчас каждый мэр города, каждый директор теплокоммунэнерго, как обычно, пытается на коленях, там, правдами, неправдами, с помощью депутатов, с помощью других рычагов, пытаться эти лимиты получить. Алексей, ну было же очевидно, что Одесса в вопросе ТЭЦ придет с этой проблемой к отопительному сезону. Можно ли выработать какую-то общую глобальную схему решения этой проблемы? В следующем году мы снова с ней столкнемся. Ну, вы абсолютно правы. Вот смотрите, я не хочу сейчас нагнетать, потому что я, как бы, учитывая политический момент, могу точно сказать, вас рано или поздно подключат, как и всю Украину, попьют крови, выпьют крови. Потом мы пройдем отопительный сезон, будут какие-то аварии, а весной мы посчитаем долги и увидим, какой ценой мы перезимовали. Долги будут ровно в два раза больше. Что теплокоммунэнерго задолжает все население. Я убежден в одном, что неподъемная, непродуманная, неоправданная цена на газ загнала в тупик ваше теплокоммунэнерго. Вымывали через спецсчета все деньги наличные, все, что можно там, правдами и неправдами. И, по сути дела, долговую удавку накинули на все теплокоммунэнерго страны. Они задолжали сегодня на Кнефтегаз 25 миллиардов гривен. Ну, задумывайтесь над этим цифрой. То есть, понятно, что ее рано или поздно опять надо будет реструктировать. Скажите, а кому же нужен такой дьявольский план? Ну, вот я сегодня прочитал и порадовался за наших суперменеджеров, молодое дарование Коболев и команда. Они за 2016 год на четверых получили 50 миллионов гривен оклада, так сказать. Это 2 миллиона долларов, на секундочку, это в среднем по 500 тысяч. Ну, вот я понимаю, кому им надо. Они показали липовые прибыли. У них 28 миллиардов гривен нераспределенного прибудка этого прибыли на счетах. Как бы они загнали все домохозяйства в долги. Теплокоммунэнерго загнали в долги, но рапортует о суперприбыльности монополиста на Кнефтегаз. Кому это надо? Вот честно, я клянусь не понимаю. Мне не надо, а детей там тоже, наверное, не надо. Может, Гройсману надо. Зачем? Видимо, для того, чтобы в Америке просить деньги у Мирового банка. Это помогает. Алексей, но должна быть стратегия решения этой проблемы в дальносрочной перспективе. Абсолютно с вами согласен. Но стратегия должна заключаться как вообще в национальной стратегии, а что мы вообще будем делать с теплокоммунным. Может, взять их на металл распилить, понимаете, на металл. Может, перейти всем на электрику. Я утрирую, я шучу. Это сарказм горький, понимаете? Все же не так. Нам надо модернизировать, нам надо инвестировать, нам надо делать нормальную качественную услугу. Но здесь арифметика простая. Если наш Кнефтегаз вынимает 80% денег у потребителя, то на всех нас, на все остается 20%. Эти 20% должны пойти на воду, на тепло, на наши дома, на теплокоммунный мир. Вот этих-то денег и не хватает. Поэтому стратегия в цене на газ, навязанной украинцам почему-то по немецкому импортному паритету, на наш украинский газ. Каласальнейшая неоправданная ошибка, я считаю. Но ошибка эта очень мягкая, я сказал. Это не ошибка, это гораздо грубее, я бы выразился, если бы не было открытого эфира. Прокол, я из нового слова могу дать прокол, тоже вот заменять. Но это не прокол, понимаете? Это сознательное искривление экономики Украины, искривление экономики домохозяйств. Но вы задумайтесь над другой цифрой. 62 миллиарда гривен уже в бюджете на субсидии. И уже правительство обратилось еще на 10 миллиардов гривен увеличить эту цифру. 72 миллиарда гривен субсидии. Это огромнейшая сумма. И эти субсидии это дополнительные налоги на всех, кто еще может платить. И в результате украинцы массово убегают от этих налогов или в тень, или в Польшу. Понимаете? Вот никакого чуда нет. Украинцы убегают от этой глупой политики. И те, кто могут работать, те, кто ценят себя и свой труд. Вот результаты. Я и общаюсь, так сказать, результат этой глупой политики. Алексей, услышали вашу позицию. Благодарим за то, что нашли возможность включиться в работу нашей студии. Алексей Кучеренко, экс-министр ЖКХ, был у нас на телефонной связи. Светлана, может быть, действительно какие-то альтернативные пути для обогрева посоветовать? То есть стратегически подойти к решению проблемы. То, что я услышала, то, что и говорит Алексей, это проблема, которая должна решаться на государственном уровне. К вопросу о комментарии Алексея Кучеренко, перед одесситами Киев задолжал порядка 100 миллионов на субсидии. По теплу. Да, и по теплу порядка 100 миллионов. И тариф на тепло формирует не Одесский городской совет, а именно Киев формирует тариф на тепло. Знаете, вопрос, что делать с Одесской ТЭЦ, которая звучала ранее. Я хочу сказать, что на протяжении года мэр города направлял письма, чтобы Одесскую ТЭЦ передали в коммунальную собственность. В настоящий момент, как мы все знаем или не знаем, но Одесская ТЭЦ банкрот. Ее продают. И почему мы подошли к отопительному сезону? Потому что попросту, знаете, надеялись, что это предприятие купят. И появится с кем вести диалог. Сегодня плюс-минус диалог найден с арбитражным управляющим. И вот эти 95 миллионов, то есть центр города уже начали подключать. И то решение, которое было принято о выделении этих денег, потому что КПТГО должно порядка 300 миллионов. 500. Ну да, может быть у меня некорректная цифра, но Одесская ТЭЦ. И вот я просто объясняю. А ТЭЦ порядка миллиарда на Акнафтогаз. Порядка миллиарда на Акнафтогазу. Долги больше миллиарда. У ТЭЦ хотели продать ТЭЦ тоже более чем за миллиард гривен. Но вы себе представляете, если она идет в частные руки? Кто же будет прощать КПТГО, долги? Конечно же никто не будет. И закрывать глаза. Конечно же никто не будет. Это будет выкручивание. Сейчас выкручивается. Знаете, сейчас государство выкручивает руки населению. А потом будет частник. Да, но я хочу вас успокоить, никто не купит это в этом состоянии, в неэффективном производстве. Вряд ли кого-то можно заинтересовать. Знаете, мы говорили о том, что мы передайте городу ТЭЦ, и мы будем, знаете, ну тяжело, сложно. Это заведомо убыточное предприятие. Заведомо убыточное предприятие. В нынешнем состоянии. Совершенно верно. В нынешнем состоянии. Но не идет речь о заработке на Одесситах. Идет речь о том, каким образом выходить из данной ситуации. Порядка 28% это центр города, который запитан от ТЭЦ. Задавалось ли я вопросом о каких-то альтернативных вариантах? К сожалению, центр города построен таким образом, что перейти на частные котельные, не на частные, а даже на городские котельные, отключаться каким-то образом не представляется возможным. Почему? И мы обсуждали вопрос, что наверняка единственным реальным выходом в данной ситуации это будет установка индивидуальных приборов и какой-то программы кредитования, я не знаю, лояльности, возможности из городского бюджета, помощи людям, для того, чтобы устанавливать, я не знаю, на дома, на квартиры, приборы. Люди не потянут. Это очень большие суммы. Вот, и речь идет о том, чтобы каким-то образом либо кредитовать, либо помогать за счет города. Знаете, у меня также вопрос, мы отдаем такое количество денег на ТЭЦ, да, которое вот просто как в яму, мы постоянно выделяем, 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 а нарекания и проблема все равно она остается. Это я еще раз подчеркиваю, проблема должна решаться на государственном уровне, и мы готовы были, Одесский городской совет, взять Одесскую ТЭЦ. И знаете, то, что называется... Кто помешал это сделать? Ну, было направлено неоднократно письма за подписью мэра города, чтобы передали купить за более чем миллиард. Вы понимаете, что наш бюджет не может купить ТЭЦ за более чем миллиард. Вы простили Одессе долги перед ТЭЦ и подарили ТЭЦ? Было бы неплохо. Отвечаю за Светлана, было бы неплохо. Ну, вы знаете, то, что и Алексей Кучеренко говорил, то, что власть вгоняет просто в ступор местные громады и говорит о том, что децентрализация у вас становится больше денег. Знаете, больше денег вроде становится, но становится и больше проблем, которые скидывают на местные громады. Вот финансируйте и выкручиваетесь как хотите. Ну, логично, если больше денег, больше ответственности. Безусловно. Но, знаете, это такая мнимая децентрализация увеличения бюджетов за счет местных налогов. То, что декларирует Киев, да, у местных громад становится больше денег. Ну, у местных громад становится больше проблем, которые нужно решать. Знаете, но вопрос не в том, что громады не готовы решать. Это глобальная проблема, причем не только города Одессы. Эта проблема очень остро стоит и в других регионах. И было совещание в Киеве, я знаю, не помню, как называется, или ассоциация города, ну что это такое. И мэры, вице-мэры ставили вопрос о том, что ситуация с газом, она плюс-минус проблемная во всех регионах нашей страны. Шкодовая гора. Вице-мэр Анатолий Орловский, если я не ошибаюсь, две или три недели, а может быть и месяц назад, обещал решить этот вопрос. Люди без отопления. Я хочу сказать, что за час до эфира я общалась с Анатолием Иосифовичем, и, знаете, пытаюсь внимательно относиться к каждому. Люди тоже с ним общались, он им пообещал. Каждая ситуация и каждая проблема. Что касается Шкодовой горы, то завтра в фонде госимущества планируется совещание по этому поводу. К сожалению, от Анатолия Иосифовича и от городской громады и совета этот вопрос не решается. Если бы это было просто заключено только в решении городского совета Анатолия Иосифовича, проблема была бы решена. Так как это предприятие нефтеперерабатывающего завода, поэтому здесь может быть только слаженная работа, которая пробуксовывает просто в Киеве. Поэтому люди, к сожалению... К слову, кодельная НПЗ, условно говоря, по доброй воле подключала людей к своему отоплению. Ну, прекрасно. Вопрос Шкодовой горы надо решать на городском уровне, это не прекрасно. Это не очень прекрасно. Что господин Орловский предпринимал до этого, неужели он не знал о том, что эта проблема есть? Что там нет возможности другой на данный момент запитать, кроме котельной НПЗ? Знаете, я хочу сказать, что, я думаю, Анатолий Иосифович знал не только об этой проблеме, но и о многих других. Но речь идет о том, что, знаете, если бы мы работали в тандеме с Киевом, а не в противостоянии, постоянном, то и проблемы решались куда быстрее. Хорошо вариант решить вопрос Шкодовой горы. Без НПЗ, без котельной НПЗ. Ну, знаете, я думаю, по состоянию на сегодня уже без НПЗ решить этот вопрос невозможно. Это нужно решить системно и на следующий год. Абсолютно верно. В прошлом году это обещали людям, которые проживают на Шкодовой горе, обещали, что к следующему сезону мы обязательно решим этот вопрос. Следующий сезон пришел. Я считаю, что я не специалист в области теплокоммуникации, поэтому мне достаточно сложно ответить на этот вопрос, но я хочу сказать, что исполнительная власть находится в диалоге с депутатами, которые на самом деле интересуются и поднимают эти вопросы, потому что, приходя на прием, и фактически все ведут приемы одесситов, знаете, это топ-тема. Топ-тема, которую нужно решать, поэтому этот вопрос находится на контроле у депутатов городского совета. Вы знаете, что местные жители, которые проживают на Шкодовой горе, уже давно заявили о том, что если им не дадут тепло, они будут перекрывать улицы. Они готовы выходить на митинги. И мы, когда обсуждали этот вопрос у нас в студии, звонили люди с других районов города и говорили, мы готовы прийти поддержать людей на Шкодовой горе, потому что любой из нас может оказаться в ситуации, когда 6 ноября, имея грудного ребенка, ты сидишь в 12 градусах, температура у тебя дома 12 градусов. Знаете, я точно знаю, что нет хорошей жизни, люди выходят на митинги, перекрывают дороги, выходят на Майдана. Они видят это как единственный механизм давления на власть. Видят? Ну, я с вами полностью согласна. Я с вами полностью согласна, поэтому хочется пожелать, знаете, какого-то понимания нашей власти для того, чтобы не толкать людей на улицы и на перекрытие дорог. У нас действительно были такие разговоры, когда люди говорили, что мы в другом районе, но приедем поддержать жителей Шкодовой горы. А вы придете? Если меня пригласят, то приду. Нет, ну тут не приглашение дело. Знаете, я вопрос, вопрос, ну вы говорите, что это вопрос какой-то, я не знаю, идейно-понятийный. Если я буду знать и реально ко мне обратяться, чтобы я приехала, я с удовольствием приеду, потому что... Но вы как житель Одессы? Не обязательно как депутат городского совета. Неужели у вас нет желания поддержать людей? Полторы тысячи семей в холоде сидеть. У меня всегда есть желание поддерживать одесситов. И, знаете, я достаточно внимательно отношусь и к проблемам, и пытаюсь находить пути решения. Все, что от меня зависит. Надеюсь, что вам не нужно будет приезжать. Я тоже очень надеюсь, что до этого не дойдет. Светлана, услышали вас. Благодарим за то, что нашли возможность прийти сегодня к нам. Депутат Одесского городского совета Светлана Сауленко была нашим гостем. Прервемся на несколько минут, после продолжим работу. Оставайтесь на Думской ТВ. Будет интересно. Субтитры подогнал «Симон»